Как же у меня, блядь, бомбит от этих рейтинговых режимов, это просто какая-то дичь. Хе-хе, бай. Всем здарова, народ, вы на канале Арте. Перед началом просмотра не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Хорошего просмотра. Я давно, даже, наверное, никогда не делал разговорных видео по смайту, но кроме моих стримов, кстати, если ты не подписан, подписывайся на Twitch-канал, на YouTube-канал, приходи и посмотри, как я сосу в рейтинговых режимах. Учитывая то, что я в смайте уже более шести лет, наверное, я просто не могу. Я вот в этом видео решил просто высказаться. Это видео, наверное, больше для моих постоянных зрителей, нежели для новичков. Но почему такая проблема в рейтинге? Я не понимаю. Когда я только пришел в смайт и начал играть в рейтинговые режимы, у меня, естественно, не получалось, потому что я поспешил очень сильно. Кстати, всем советую не идти сразу в рейтинг, когда вы получите 30-й уровень, а немножко позадротить, так сказать, обычные казуальные режимы. Ну и вот в тот момент, как раз, когда я пошел в рейтинг, и у меня не получалось побеждать, и я был совсем прям на низких дивизионах, мне все начали говорить, что проблема в итоге во мне. То есть, нет, это ты не дотягиваешь. Нет, вот мы можем, а ты не можешь, потому что ты не дотягиваешь. Прошло 6 лет, прошло 6 лет, а я все так же болтаюсь где-то в середине. Сейчас я играю на платине, да. Максимальный ММР, который я набивал в этом сплите, вот на момент создания этого видео, это 2 100 ММРа. То есть, это приблизительно алмаз, то есть даймонд, да. И выше подняться я никак не могу. То есть, алмаз это 16 лучших. Да, я типа побывал в 16 лучших, сейчас мой ММР уже чуть ли не на уровне золота. Почему так происходит? Я почему записываю это видео? Потому что у меня просто максимально горит жопа. И я хотел бы с этим, я хотел бы этим с вами поделиться, и увидеть ваше мнение в комментариях по этому поводу. Но я заметил одну интересную, такую маленькую особенность. В прошлом сезоне, в прошлом сезоне, я слил себе ММР до 1000. Это было сначала не специально, потом мы в итоге дошли до 1000 специально. Это приблизительно серебро, то есть это самые низы. И я решил устроить себе такой челлендж, подняться с 1000 ММРа до 2000, то есть до алмаза, да. Я этого сделать не смог. Я достиг 1980 ММРа приблизительно. И оттуда уже у меня понеслась череда, так сказать, неудач. И тут я заметил интересную такую закономерность. Как бы я не отставил свою линию на любой роли, а я могу играть на любой роли, учитывая, что я в Смайте уже почти что 6 лет, я повторюсь. Что бы я ни делал, как бы я ни отыгрывал практически в двух катках из трех, есть человек, который стоит АФК, который вылетает, который насмотрится матчев SPL и пытается копировать их какие-то мувы. Это вообще отдельный разговор, у меня от этого тоже знатно бомбит. И я не понимаю, откуда люди набрались этой дичи в своей голове. Почему люди смотрят профессиональных игроков и пытаются скопировать их пики? Не билды, а их пики. Это же просто уму непостижимо. Человек видит то, что профессиональный игрок отыгрывает на условной серкет-саппорте, и он думает, что серкет-саппорт это норма, и тоже ее пикает. Но серкет это ассасин, это джанглер. Она не может сдерживать урон, она не может танчить до лейта. В лейте, конечно, там уже будет все равно. Но до лейта, чуть ли не до мидлгейма, это просто ассасин, который стоит на дуу-линии со своим АДК. А просто ассасин это не саппорт. Почему у людей нет этого? Ну это же банальное понимание в голове нужно, чтобы понять, что профессиональные игроки, которые берут нестандартные пики, они нарабатывают эти техники. То есть то, что они используют на чемпионатах, это все наигранные ситуации, которые они часами и десятками часов тренируются в команде все вместе. Это не просто так от балды взятый пик, потому что типа это эффективно, как все думают. Типа сейчас я возьму Гуана на соло, когда он ни хрена не актуальный, потому что это эффективно. Нет, они это нарабатывают. Понимаете, они это нарабатывают. У них синергия из пяти персонажей. Но ты, который смотришь этот ролик, который не согласен с этим, ты идешь один, максимум в дуо. То есть сейчас в рейтинговом режиме конквеста можно идти только в дуо. Два человека, где три из них будут рандома, с которыми у тебя нет никакой абсолютно синергии, нет никакого абсолютно понимания. Голосовым чатом в смайте пользуются крайне редко. И ты берешь пик с СПЛ, потому что он там сработал. И когда у тебя не получается, а в большинстве своем у тебя не получается, ты обвиняешь в этом тиммейтов. Ты обвиняешь в этом тиммейтов. То есть ты даже не можешь понять головой, когда пикаешь Афродиту на суппорта, то что ты дезморалишь своего АДК и дезморалишь свою команду. У тебя получается отсутствие фронтлайна, потому что Афродита не может стоять во фронтлайне. Понятное дело, что если у вас на соло идет какой-нибудь гвардиан, который по итогу к лейту соберется хотя бы на 50% в защиту, он может быть фронтлайнером. И тогда уже можно как-то подумать о том, чтобы взять воина. И самый хреновый вариант это мага на саппорта. Но когда у тебя стандартный пик, это маг, ассасин, АДК, на соло идет воин, который чисто теоретически будет наполовину брузером, наполовину танком, ты пятым персонажем берешь мага. То есть лишаешь команды фронтлайна, думая, что ты охеревший спелл игрок, который дошел до 2000 ммр. Ничего себе, в лучших 16% находишься. Как же меня бомбит. И эта закономерность работает. Чем выше рейтинг, тем чаще она срабатывает. То есть я могу объяснить. Когда я поднимался с 1000 ммр, начиная с серебра, там чуть ли не с бронзы, там люди хотят выиграть. Они стараются. Они берут стандартные пики, берут стандартные билды и пытаются подняться по этой лестнице рейтинговых режимов, чтобы играть уже с нормальными игроками. Но вот эти вот, в скобочках, нормальные игроки, которые играют уже на алмазе, и чуть ли не в мастерсе по ммр, они уже вряд ли свалятся вниз, потому что средний процент винрейта все-таки 50%. Ты хоть дуб дубом будь, ты бери хоть хель, хоть вулкана на суппорта, у тебя скорее всего будет 50 на 50 победы и поражения. И тот человек, он в алмазе уже не хочет выигрывать, он выше алмаза не прыгнет, он до мастерса вряд ли дойдет, да ему это и не интересно, потому что он уже в 16 лучших, он уже может кичиться своим ммр, и начинается вот эта самая дичь с сплпиками, либо с дерьмобилдами, когда ты берешь, опять-таки повторюсь, серкет, и собираешь ее в танк, а ничего себе, да она даже в танке не может принимать в себя урон, и не может контролировать команду. Задача танка в смайте, это не хил, почему-то многие из других игр решили, что в смайте саппорт, это танк хил, который хилит, то есть это персонаж с хилом, но это так не работает. И вот эти люди на высоких рейтингах играют себе в кайф, когда ты пытаешься с серебра подняться туда наверх, ты сливаешь катки, у них-то ммр уже большой, у них процент винрейта уже больше, допустим, там 51-52%, они уже вряд ли свалятся, а ты с низов поднимаешься туда, чтобы увидеть все это дерьмо, и потом слить свои ммр, и играть в платине, либо в золоте, с нормальными ребятами, как это работает? Люди, чем выше рейтинг, тем больше должны иметь желание развиться, то есть они должны пытаться подобрать эффективный билд, эффективный пик, но никак не пикать Афродиту саппортом, который не работает как танк. Цель этого видео на самом деле побомбить, я очень хотел побомбить, очень хотел поговорить, и просто записать разговорное видео, потому что, ну, я таким образом себя пытаюсь подбить к гайдам, наверное, скоро будут гайды, наверное, скоро будет больше разговорных видео, по смайту, может быть, по другим играм, я сейчас активно в Апекс играю, хочу вернуться в Рудж Компани, вот, но это видео я должен был сделать, я очень бомблюсь, сейчас у меня просто черная полоса в рейтинговом режиме, я же, повторюсь, дошел до 200 ММР и слился, сейчас играю вообще там на полутора тысячах, короче, я буду обратно поднимать ММР, думаю, если на мои каналы, на Твич, на Ютуб не подписан, подписывайся, приходи на трансляции, будем вместе обсуждать моих супер-пупер тиммейтов, которые не хотят выигрывать, им это абсолютно неинтересно, мы будем это все пытаться тащить, повторюсь, цель этого видео была просто побомбить, высказать свои мысли, и самое главное, цель этого видео, я хочу получить фидбэк от тех, кто действительно досмотрит это видео до конца, и у кого будет что сказать, я уверен, что есть люди с обратным мнением, я хотел бы их послушать, надеюсь, оно будет адекватным, есть люди с таким же мнением, как у меня, я надеюсь, ну, как бы они тоже отпишутся, и, собственно, спасибо тебе, то, что досюда дослушал, я выговорился, все-таки это мой канал, хочу выговорюсь, хочу нет, поэтому ставь лайк, если тебе было интересно послушать, горение вот такого деда-смайта, потому что, ну, 6 лет это уже срок, ставь дизлайк, если я абсолютно с мнением не согласен, ну, и, собственно, свое мнение можешь высказать в комментарии, и спасибо тебе за просмотр!